Так уж вышло, что насыщенная футболом Приморья за последние годы совсем растеряла мастеров так называемого фристайла. Их и так всегда было немного, но теперь по факту один. Илья Барбашинов по сути единственный в крае, кто пытается развивать это дело профессионально. Илья еще в 2016 году познакомился с Василием Никаевым, который в те годы тоже активно развивал фристайл на местном уровне. Он обучал детей и параллельно выступал на крупных мероприятиях. Передав, так сказать, все свои знания ученику, Василий с этим делом завязал. А Илья за пару лет смог превзойти учителя. Сегодня он уже и сам выступает в роли наставника. Первые полтора года тренировался вообще один я, грубо говоря, потому что ребята там, ну, редко. Все, они потом бросили, все, начал тренироваться я. Тренировался, тренировался, потом решил уже снимать видео, в смысле нормальные, чтобы хоть как-то привлекать людей. Позвонили, написали мне, все, мы с ними встретились, начали тренироваться. Вот, но это единственный, кто со мной здесь тренируется. По какой-то причине интерес сегодня к фристайлу у молодежи пропал. Поэтому чуть ли не единственным способом заявить о себе становится борьба в онлайне. Работает это так. Спортсмены записывают на видео свои так называемые профайлы. В них за пару минут участники пытаются показать всевозможные трюки отдельной дисциплины. Например, аперы показывают упражнения с головой и плечами, ловеры – с ногами. Судьи затем отбирают лучших, которые проходят в топ-16, топ-8 и так далее. На последних таких международных онлайн-турнирах Илья оказался в числе лучших фристайлеров. Успел попасть в топ-8 АЯКТ. Это международный турнир онлайн по ловерам. Успел попасть этой зимой в топ-16 в ПУК-10. Это по аперам турнир. Успел попасть за эти два года в топ-3 Дальнего Востока. Изначально Илья был в хабаровской команде, но большое расстояние между городами приносило немало проблем. Поэтому и появилась идея создать именно здесь небольшую команду. Сейчас в планах продвигать сообщество примтрикс и зазывать юных фристайлеров к себе на тренировки. По словам ребят, выполнить подобные трюки может каждый. Сначала надо бивать мячик. У каждого стиля вообще своя база. И база – это самая важнейшая часть, составляющая фристайла. Чем больше базы, тем легче трюки. Ты будешь делать сложные. Тем больше длина и так далее. Красивее исполнение. Уже летом местные спортсмены будут пытаться возрождать приморский фристайл. Ребята собираются летом выступить в Хабаровске на крупных состязаниях. Также своей идеей вдохнуть новую жизнь в этот вид спорта поделился Василий, который намерен организовать целую студию фристайла. Поэтому, может быть, уже скоро Владивосток и Приморье станут знаменитой еще и этой спортивной дисциплиной. Максим Яковлев, Игорь Болтов. Новости спорта на восьмом.